Всем привет дорогие друзья! В этом видеоролике мы посмотрим с вами публичные факапы различных трейдеров, как в общем-то русских, русскоязычных, так и западных. По сути это вторая часть видео, которую я записывал более чем год назад и которое вам, моей аудитории, довольно-таки неплохо зашло. Более 33 тысяч просмотров на сегодняшний день у этого видеоролика, что много для моего небольшого YouTube канала и в общем-то я решил сделать вторую часть. Поэтому друзья, если понравится видео, не забудьте зайти в описание и посмотреть прошлый видеоролик, ну и также если впервые на моем канале, ставьте лайк, подписывайтесь и будем с вами на связи. Начнем мы с многими любимого и мною любимого и уважаемого Василия Олейника. 35 секунд великолепнейшей актерской игры. Я думаю, что Василий, если и когда закончит с финансовыми рынками, точно сможет составить конкуренцию российским актерам. Давайте посмотрим несколько секунд великолепной игры Василия Олейника. Бат, смотри, смотри! Э! Чё, чё? Чё, чё происходит? Чё? Чё, чё за... Ой, ой, ой! Бат, смотри, смотри! Чё, чё, чё? Чё, чё? Чё происходит? Чё? Чё, чё за... Ну, отката уровень это 400-200 пока удержали, это нормально. Ну, от... Отката. Э! Куда? Куда без меня-то? Чё происходит? Шорти! Чё сидишь-то, блин? Давай быстрее! Блин, телефон еще сдох Подожди, стой Ну, блин, ну не может такого быть, ну нет Как зашортить Раздай, 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 раздай вайфай, пожалуйста Блин, куда, куда, куда Блин, я полгода ждал, нет Нет, 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 нет Нееет Ну, что сказать Снимаем шляпу, Василий, конечно Актерище Просто с большой буквы Ну, что можно сказать, друзья Имейте всегда открытый терминал Потому что сделки могут Хорошие возможности могут, в общем-то Прийти к вам в самый неожиданный Момент, но это, конечно же, шутка К сделкам нужно готовиться И вот, как правило, по опыту Могу сказать, спонтанные решения Ни к чему хорошему не приводят То есть, только лишь обдуманные, спланированные Сделки могут систематически Приносить доход Все, что вот так вот вам, типа, где-то щелкнуло Как правило, приводит к не очень Хорошим результатам Но, тем не менее, получилось достаточно забавно В описании к этому видеоролику Вы найдете ссылку на мой телеграм-канал Где мы буквально недавно запустили Новую рубрику, которая называется Что сегодня выросло и почему Где мы разбираем главные горячие инструменты И разбираем на криптовалютном рынке И разбираем причины Роста этих инструментов Признаться, не всегда эти причины ясны Но если они ясны Если мы понимаем, что там происходит Мы описываем это в коротеньких сжатых постах Несколько постов в день выходит И, соответственно, это помогает вам лучше ориентироваться в рынке И не пропускать самые горячие инструменты Ну и также, друзья В закрепленном сообщении В этом комментарии Вы сможете получить от меня лекцию По ликвидности Что такое ликвидность? Все очень просто, друзья А вот здесь вот выше я показываю корреляцию Ликвидности и капитализации биткоина Мы видим практически стопроцентную корреляцию Этих двух параметров Соответственно, если вы умеете определять ликвидность Вы можете лучше прогнозировать Будущие тренды на криптовалютном рынке Что такое ликвидность? Кто ее создает? И как ее определять? Найдете в этой бесплатной лекции Лекцию можно получить Сразу сообщаю за подписку То есть нужно быть подписанным И вы сможете открыть эту лекцию В общем, все ссылочки прямые Оставлю в описании к этому видеоролику Чекайте, подписывайтесь Получайте полезный бесплатный контент И мы будем с вами на связи Приятного просмотра Мы продолжаем забавно Следующий трейдер потерял 10 тысяч долларов Тоже очень-очень смешно Вначале он достаточно уверенно Рассказывает про свою позицию Но вот в дальнейшем что-то пошло не так В общем, он поставил против Тех, кто скупал этот щиток И рассказывал, что все должно упасть И всех тех, кто покупает Они, в общем-то, придурки А я большой молодец Но спустя какое-то время Смотрим Эти придурки трахнули Запомните мои слова Это должно упасть И на следующей неделе я возьму реванш Ну уж не знаю, взял ли он реванш Но реваншировать у рынка Это тоже очень плохая история Реванш Я помню, у меня был, знаете, такой Знакомый один Значит, по трейдингу И мы с ним начинали Вот давно в мохнатые Там девятые, десятые года Там даже В общем, восьмой, девятый Девятый, наверное, это был год Только-только начинали Я пробовал себя Вот в финансовой индустрии Прошло Какое-то количество времени Лет пять Я там уже получил знания Поучился Торговал продажу опционов Такая хэш-фонд Хэш-фонд стратегия Там Блин, ну Очень крутая стратегия Которая позволяла Неплохо так делать Кэш-джен Не иксы Там несколько десятков Годовых Но достаточно стабильно А он все это время Торговал те стратегии Которые мы торговали Там четыре-пять лет назад И я ему предлагал Слушай, ну Плюнь ты уже Наконец-таки На этот Форекс На свой Какие реванши А он мне отвечал Нет Я вот хочу реваншировать Я залил туда кучу денег Я хочу их забрать И только потом Я уже там Готов рассматривать Какие-то Другие направления Ну Не знаю Какова у него судьба Но что-то мне подсказывает Вряд ли он взял реванш Поэтому, друзья Реваншировать у рынка Это очень плохая Идея И, конечно же Ну Стоит Контролировать В первую очередь Риски То есть Сухой расчет Финансы Это сухой расчет Где Как только появляются эмоции Пиши пропало Это в любом Конкурентном В любой конкурентной Активности Будь то спорт Будь то бизнес Будь что-то еще Как только появляются эмоции Вы сразу становитесь Неэффективным Ну Так Так устроен наш мир Поэтому эмоции Реванши Это все Не для Не для нас Не для профессионалов Еще Один очень классный Пример Насколько быстро Может поменяться Мнение И насколько быстро Можно потерпеть убытки Классно Сделано видео С удовольствием Посмотрю его вместе с вами Субтитры Ну конечно Кто делал это видео Это такие Ну прям Уроды Тролли Ужас 7.93 Да То есть Это очень Очень быстрый Увыдок Насколько быстро Можно потерять Но вообще Друзья Торговля на новостях Это всегда Ну зачастую По крайней мере Хотя вот с Кубышкиным Мы как-то об этом Об этом беседовали И он говорил Что у него В институте Или университете Где-то они там Что-то пробовали тестить И у них Получалось Но по опыту могу сказать Что новость Это всегда 50-50 Во-первых Ты никогда не знаешь Данные А во-вторых Ты никогда не знаешь Реакцию рынка То есть Зачастую Бывает так Что вроде бы Данные выходят Плохими для рынка А рынок При этом растет И потом нам Аналитики говорят Что ну вот Не выросли Потому что Вот там Значит были Ожидания еще хуже Ну или что-то В общем Нам пытаются Высосать из пальца Почему так не произошло Поэтому реакция рынка Во-первых Данные никто не знает Во-вторых Реакцию рынка Никто не знает Поэтому по моему Личному опыту Субъективно Моему Торговля На новостях Это та еще Лотерея Никому Не советую Этого делать Ну и Пример Я думаю Многие вы знают Как человек Значит наторговал На 42 Миллиарда Рублей И потерял Какие потери Там Сейчас точно Не вспомню Давайте вместе С вами посмотрим Что же там Такого Произошло Это было На российской Фондовой бирже В 2015 году Мужик слил На бирже 42 миллиарда рублей Как это было Поставь лайк Чтобы друг Ну на самом деле Он не слил Он наторговал Ну давайте Посмотрим То есть такой Немножечко Кликбейтик Многие узнали Об этой безумной истории Хотя я его Тоже засунул Наверное В описании Почему Ну кликбейтят И я тоже Why not Guys Why not 30 декабря Мужик увидел Лазейку Покупая Доллар к рублю Выгоднее на 20 копеек Официального курса Сделки Производились С расчетом На завтра Имея депозит В 5,5 миллионов рублей Он начал набирать позиции И к середине сессии Объем составил 23,5 миллиарда рублей Он произвел 2650 сделок За 38 минут Это Нажатие кнопки Купли-продажи Оставлялось Один раз в секунду Ошибка была Это как в казино Знаете Вот если Эти автоматчики Которые сидят Там Сутками Вот Ну видимо Это была такая же ситуация В том Что он не учел Что брокер Расчет производит По производственному календарю Где следующий Рабочий день Был только лишь 11 января После того Как брокер Позвонил ему И пояснил В какой ситуации Он находится Он начал резко Продавать все Назад К концу сессии Объем его составил Уже 42 миллиарда рублей Таким образом На комиссиях Брокера Он потерял Весь свой депозит В 5,5 миллионов рублей И еще остался должен 9,5 миллионов рублей Ну то есть он потерял И остался должен Ну то есть 42 миллиарда доллара Кликбейт Друзья Ну ничего личного 209 тысяч лайков Поставим и мы Лайк этому видеоролику Пусть будет Поддержим Ну и Уже друзья Вы тоже поддержите Данный видеоролик Если он вам заходит До этого момента Если все вам понравилось И вы не поставили лайк Поддержите тоже лайком Несмотря на то Что здесь мы тоже Использовали кликбейт От наших коллег Дальше друзья Несколько примеров А нет Еще жирная Жирненькая Я вам оставлю Напоследок Будет классных Несколько кейсов Один Мне тоже будет интересно Очень ваше мнение Давайте Несколько минут Посмотрим еще здесь Это я так понимаю По поводу Запуска Ракеты Маска Значит И акции Инвестиции В акции Тесла Давайте посмотрим Или может быть Virgin Galactic Тут к сожалению Не написано Но Чего я проинвестировал Сделал ставку На Соответственно Запуск Запуск Ракеты Давайте посмотрим Hey I am from India 30,000 People watching I have my money on gravity This would be a good time to sell 10 9 8 7 6 5 4 2 1 Mission 0 Abort Second Idol Abort Hit В общем Ракета Не запускается Я не знаю Признаешь Что это За компания Ну либо Наверное Тесла Либо Virgin Galactic Кто-то Что-то Запускал И Ну Тесла Понятно Что Афилированная С маском Там Как-то Это все Могло Играть Возможно Virgin Galactic Возможно Что-то Другое Но Мне кажется Что-то Одно из Двух И Соответственно Человек Делал ставку Что все Будет Хорошо Ракета Полетит И Соответственно Акции Которые Отражают Стоимость Данной Компании Они Тоже Полетят Вверх Но Начались Проблемы С запуском И Ракета Никуда Не Полетела А акции Этой Компании В общем-то Полетели Вниз Ну Тоже Новостные События Друзья Как я и сказал Штука Достаточно Непрогнозируемая В итоге Она никуда Не полетела И Пришлось Фиксировать Убыток Теперь же Друзья Уж не знаю Вот Хочу Ваше мнение Узнать Напишите В комментариях Мне кажется Что вот То что мы Сейчас с вами Посмотрим Несколько минут Это троллинг То есть Это Значит Ребята Просто с хорошим Чувством юмора Сняли Видео И значит Так Ну Пропиарились Протроллили Ну Снято Классно Признаюсь Но мне кажется Что это все Постановка И вот С целью Немножечко Хайпануть Может быть Нет Интересно Ваше мнение В общем Рассказывает нам Трейдер Сидит Про систему Сейчас я вам Коротко буду Переводить Но Классное Реально Видео Крутое Ребята Большие молодцы Давайте посмотрим Вместе с вами И насладимся Данным контентом Друзья Если вы торгуете Криптовалютный рынок А если вы смотрите Это видео То скорее всего Вы Крипторынок Торгуете Я хочу порекомендовать Вам Криптобиржу BingX С этой платформой Я работаю уже Более Двух с половиной Месяцев Более 150 человек Зарегистрировалось По моей реферальной ссылке Работают С этой платформой И на сегодняшний день Нет абсолютно Никаких нареканий Эта платформа Дает большое количество Вступительных бонусов Есть Конкурсы Всевозможные Где вы можете Поучаствовать Получить бесплатные Призы за участие И многое Многое другое Ну и кроме того Друзья Эта криптобиржа Не требует KYC Соответственно Неважно Какой у вас паспорт Вы можете Этой платформой Пользоваться Ну и более того Если у вас возникают Какие-либо вопросы Проблемы С этой биржей Вы можете Писать мне И я соответственно Использую весь Свой административный Информационный Ресурс Для того чтобы Вопросы Которые у вас возникли Решить вашу пользу Моя реферальная Ссылка будет В описании Вот за вступление Здесь большое Количество бонусов Регистрируйтесь Работайте Зарабатывайте Ну и если вдруг что Вы знаете Кому писать Мы продолжаем Друзья Приятного Просмотента В общем он говорит Что стратегия Работает хорошо В дейтрейдинге Все происходит Очень быстро Мы делаем прогноз Что это за чат Это чат с профессионалами И дальше тоже будет Очень несколько Классных первых Мне кажется Это ну троллинг Вряд ли это Настолько Прям Ну что Где-то есть Такие чуваки Ну Хотя Это такой Собирательный образ Но мне кажется Что это вот Все Постановка Ну Давайте посмотрим То есть мне нужен чат Чтобы быть На одной волне С профессионалами То есть вот Запампили Два доллара И соответственно Это означает По его анализу Что будет Пять долларов В конце недели 40 тысяч долларов Он загрузил В эту позицию Ну соответственно По два доллара Он купил Смотрим дальше Значит мой дедушка Говорил мне Что если ты хочешь Быть богатым Ты должен брать Риски Поэтому он взял Столько много То есть ему задают Вопрос Почему столько много different Его находят Полно Если по нему Что ж или 50 байки Риски Rige Риски 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 Арх Риски Продратället Риски Рисков Риски Риски Мы tare�� Риски Душа. Что это такое? Это не так, как это происходит. Что это? Турка на нашу рот. Ну, ты должен быть сзади. В общем, друзья, он не поставил стоп-лосс, ну, я не знаю, мне кажется, это, конечно, классная постановка, очень сильно сомневаюсь, что это реальная, ну, реальная ситуация, но напишите, что думаете, могло ли это быть действительно, что это реальный трейдер, который вот так вот торговал, но на самом деле эта ситуация вполне себе, даже если это постанова, то ситуация достаточно реальная. Зачастую люди, которые покупают памп, они же не ставят никаких абсолютно стоп-лоссов, то есть у них нету, знаете, вот этого обратного сценария. То есть я зачастую, когда разбираю сделки студентов, значит, мне задают вопрос там, Андрей, а что делать в этой ситуации, что делать в этой? Я сразу задаю вопрос, а у вас план какой был, план B какой? То есть как вы планировали выходить, если что-то произойдет не так? И чаще всего я слышу ответ, что такого плана не было. То есть мы покупали, мы ожидали, что по 2 доллара на пампе купил, ожидая, соответственно, 5, как вот многие криптоны сейчас залетают в запампленные монеты, значит, веря в то, что где-то будут еще иксы. Это вот та проблема, которую мы обсуждали недавно с Артемом, представителем BingX, что действительно, со статистической точки зрения, иногда бывают вот эти ситуации, ты покупаешь памп, и дальше цена улетает вверх. Но какова вероятность, что ты в эту ситуацию попадешь? И сколько на такую ситуацию у тебя будет обратных сценариев, на которых этот памп просто-напросто будет залит? Ну, в общем, друзья, напишите, что думаете, мне очень интересно ваше мнение. И последнее, последнее видео в нашем обзоре, мы его посмотрим в два кусочка, где этот парень, похожий на 50 цента, вначале, неся огромные убытки, получил еще более огромную прибыль. Очень интересно поведение, друзья, и выводы, которые мы можем сделать, исходя из этого видеоролика. То есть купленная позиция тоже идет в минус. И вот смотрите на его поведение сейчас. Буквально через несколько секунд. Он сейчас будет... То есть у него нету стопа. И он сейчас потянется, рука его потянется к тому, чтобы закрыть позицию, но не закроет. Досчитал до трех и не закрыл. То есть не решился закрывать. Все равно ждет, и цена начала откатываться. В общем, в таком состоянии проходит 15 минут, и где-то здесь мы видим с вами итог. То есть мы видим, что цена откатилась, и дальше вместо почти 100 тысяч убытка он получил почти 500 тысяч долларов. Ну уж не знаю, демо это или нет. Реальные деньги. Но тем не менее результат этой сделки такой. То есть минус 100, около того, и соответственно от минус 100 до плюс 500. Что здесь хочется сказать, друзья? Рано или поздно, то есть у этого человека вопрос, то есть если вы так торгуете, у вас нету вот этого плана B, ваш слив это просто вопрос времени. Ну то есть это не вопрос если, это вопрос когда вы потеряете все свои деньги. Потому что рано или поздно просто чисто по статистике вы попадете, особенно это же маржинальный трейдинг. Понимаете, это же не то, что вы на споте где-то купили, там не знаю, на 5 процентов и без стопа. Ну и чертова бери, упадет до нуля, но вот потеряю я эти 5 процентов. И все. Это маржинальный трейдинг, где соответственно как бы нижняя граница это ваш депозит, ваш капитал. И по статистике рано или поздно вы попадете в такую сделку, которая никогда не откатится больше к вашим значениям и соответственно попадете в тренд. То есть который пойдет против вас. Поэтому это лишь вопрос времени, когда такая стратегия просто-напросто убивает капитал. В общем, друзья, пожалуй, на этом у меня наверное все. Если понравился ролик, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, наверное, где-то рекламка все-таки была. Я ее постараюсь вставить. Подписывайтесь и туда и будем с вами на связи. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. С вами был Андрей Михайлес. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok